Якость пятной воды находится на постоянном контроле. Все лето на территории Гомельского района в рамках подпрограммы «Чистая вода» были узведены две станции обезжалезования у вёска Хромановича и Климовка. Сегодня до этого списка додалась еще одна у вёсцы Марковича. На открытии станции побывали наши корреспонденты. Об кристальной чистой воде жахары вёске Марковича марили уже давно. Для мясовых водных артерий, как и для многих у регионе, характерно повышенное утримание железа. За гэтага вода мая неприемная рыжаватая тяння и совсем непридатная для пятя. Каб забеспечить семьи чистой пятной водой, мясовым жахарам доводилось чакать подвозу з областного центра. Зараз гэтая проблема назавжды вырошена. У кожным доме теперь, дякуючи уведению станции обезжалезования, отфильтрованная вода. Не дзюно, что на урочистые открытие такого важного для сельчан объекта пришло шмат мясовых жахаров. Многие из них не хавают радостных эмоций. Я ше не знала, думала ше не включили. Мы еще не знали, что уже есть вода. Вот теперь об этом уже значили. Довольны, что нам сельский совет и депутат приезжал к нам в Маркович, побешал нам воду, быстро нам организовали воду. После уводу станции обезжалезования жигары-везки отрымали пятную воду доброй якости, утримание железа у якой не перевышая допущальной нормы. Такий выник досягается за кошт очищения за лишнего железа шляхом окисления металлу с наступной фильтрацией. Задача обсталявания – перевести железа у нерастворанный стан, затем металл выпаде у осадок и будет затриман специальный фильтр системой. Мы эти станции собираем, можно сказать, от нуля. У нас есть проектный институт, который все это начинает проектировать от самого начала. Фундамент, сами павильоны, технологию. Присутствие у людей практически не нужно. Был произведен расчет суточного потребления, сколько нужно для населения, которое есть, с учетом даже какого-то запаса. Работа по забеспечению насельництва чистой водой в Гомельском районе протягнется. У ближайший час подобная станция заявится у грабовцы. Павел Михнов, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».